Скорпионы на шпажке и шаурма с пятачком, чем удивит фастфуд разных стран. Туризм скорпионы на шпажке и шаурма с пятачком, чем удивит фастфуд разных стран 8 часов. Держит котлеты для гамбургеров. Москва, 1 июнь РИА Новости. Один из лучших способов узнать новую страну – попробовать блюдо местной кухни, причем не в дорогом ресторане, а в какой-нибудь забегаловке или просто купленной на улице. Считается, что уличная еда далека от стандартов полезного питания. Корреспонденты РИА Новости в Китае, Японии, Корее, США, государствах Латинской Америки и Европы решили лично проверить, так ли это правильное питание в фургоне и коробке. В Вашингтоне, как и почти любом крупном городе США, проблем с фастфудом нет. Хотя, к примеру, классические хот-доги, которые постоянно покупают персонажи голливудских фильмов, встретишь нечасто, сосиску в булке можно приобрести разве что на Национальной аллее популярному туристов в месте прогулок. 15 сентября 2018 года, 13.33 Туризм. Осторожно, вкусно и опасно. Самые нездоровые кухни мира. Вероятно, это связано с тем, что в последние годы все больше спрос на органические и вегетарианские продукты их предлагают в модных сетевых закусочных. Зато в фургончиках с едой, которые каждый будний день в обеденный перерыв заполняют скверы и площади столицы США, продают самые разные блюда азиатские, европейские, латиноамериканские, африканские. Иногда видишь русскую и украинскую еду, блины, пельмени, борщ. Но если у американцев пристрастие к здоровому питанию во многом дань моде, то, к примеру, на Кубе это просто норма. На Острове Свободы нет такого разнообразия продуктов, как в Штатах. Однако на каждом углу продают кахетас картонные коробочки. На Кубе пластиковая посуда редкость, с так называемыми комбо. Это может быть рис с фасолью и свининой, говядины не бывает, курицей, свежий салат, овощи, приправленные чесноком и лимоном. 11 мая, 8 часов. Как выжить, не работая ни дня. Плюсы и минусы кубинского дзина. Все это стоит чуть меньше доллара. Да, выглядят не очень еду, кладут в картонные коробки. Продавец не надевает перчатки, и ты не знаешь, помыл ли он руки. Но очень вкусно, и еще никто не отравился, говорит Рия Новости кубинка Диана. Обед с глазами и ушами. В Мексике уличный фастфуд святое, его едят все и простые рабочие, и топ-менеджеры банков. Ассортимент богат, но традиционен. Различные такос, кукурузные лепешки с начинкой, торты, не имеющие ничего общего с кондитерским изделием. Так называют большие белые булки с начинкой, морепродукты. Казалось бы, что здорового в таком питании. Зато на любом перекрестке, в любой палатке с овощами и фруктами вам предложат широкий ассортимент свежевыжатых соков или их комбинации по необременительной цене примерно 80 рублей за большой стакан. Рия новости Мексиканский атакос. Рия новости. Мексиканский атакос. Известны сотни, если не тысячи вариантов начинок для такос и способов их приготовления. Традиционными считаются такос с говядиной, свининой или бараниной. И обязательно 3-4 вида соусов, от самых острых до почти нейтральных, рассчитанных на иностранцев. К экзотике можно отнести, к примеру, такос с наполнителем изрубленного пятака или свиными ушками. Есть еще такос с глазами. Но его корреспондент Рия новости все же не рискнул попробовать. Рия новости еда в Мексике. Рия новости. Еда в Мексике. В Уругвай и Аргентине предпочитают черепан и панчо хот-доги с жаренными на гриле толстыми сосисками. А еще бургеры, которые вам соберут не просто из котлеты с булкой, но добавят туда всевозможных овощей. В Аргентине в ходу и шаурма в Буэнос-Айресе можно найти начинку чуть ли не из мраморной говядины. На вопрос, зачем использовать отборное мясо для обычной шаурмы, Мигель, владелец палатки, удивленно отвечает. Мы, аргентинцы, не можем без хорошего мяса, другого и не едим. Жабы во фритюре. Настоящая экзотика на улицах азиатских городов. Например, в Китае почуют жабой на шпажке, скорпионами, саранчой, всевозможными насекомыми и вообще чем-то непонятным. При этом насекомые на прилавках живые, их жарят во фритюре при вас. На рынке в Харбине такая еда и вовсе продается на вес, правда, уже в готовом виде. CC by 2.0, Shine Carous, жареные сверчки и скорпионы. CC by 2.0, Shine Carous, жареные сверчки и скорпионы. Впрочем, в Пекине подобная экзотика в первую очередь предназначена для иностранных гостей и приезжих из других городов Китая. Сами жители китайской столицы больше всего любят холодную лапшу, фаршированные различными начинками блины и шашлычки на тонких шпажках. Как правило, все это продается на тележках у городских дорог и поздно ночью вблизи ночных клубов и баров. Также китайцы налегают на жареный тофу, чоу-дау-фу. Этот деликатес издалека поражает крайне неприятным для чувствительного иностранного наса ароматом. Из-за запаха мало кто из туристов рискует его отведать. Вареные личинки, вы ели. Пожалуй, наиболее экзотическое уличное блюдо в Корее вареные личинки шелкопряда. Их томят в алюминиевых тазах и продают в бумажных кульках, как семечки. Запах для европейца тоже пугающий. На вкус попробовать отваживаются лишь самые отчаянные. CC by 2.0, Blueberry 87, куколки шелкопряда. CC by 2.0, Blueberry 87, жареные куколки шелкопряда. В Корее всегда придавали особое значение еде, и даже приветствие там звучит так, сиксахэсойю. Вы ели. Видимо, это повелось с тех пор, когда не каждому и не всегда такая возможность выпадала. У всех на слуху, что корейцы едят собак, но на улице ими точно никого не накормят. Понимаете, это мясо скорее не еда, а тонизирующие средства для восстановления сил после болезни, поясняет почтенный кореец по фамилии Сон, поворачивая над горелкой вяленых кальмаров. В обеденное время в киосках корейские тетушки выкладывают горкой роллы кимпап, что-то вроде суши, но без рыбы. В сушеные водоросли с рисом заворачивают ломтики вареного мяса, моркови, яичницы, огурца с острой перечной пастой качхуджан и получается кимпап. Тетушка порежет ролл на кусочки и уложит в пластиковый контейнер. Угощайтесь. В Японии для вас на раскаленном железном листе пожарят кальмаров, лапшу и кисоба с капустой, мясом, тертым имбирем и соевым соусом. Запеканка экономияки буквально жарю, что хочу особенно популярно в Киото. Это не сладкие оладьи, а между ними тертая свежая капуста, бекон, креветки, имбирь. Все залиты майонезом, овощным соусом и посыпаны стружкой из сушеного тунца и водорослей нари. Рия новости Японская запеканка экономияки Рия новости Японская запеканка экономияки Блин никомом тем, кто не любит рисковать, стоит выбрать для гастрономического путешествия Европу. Одним из самых распространенных видов уличной еды во Франции наравне с бутербродами-багетами принято считать блинчики-крепы. Крейпс Свернутые уголком или квадратом тонкие блины из пшеничного или гречневого теста скрывают огромное разнообразие начинок. Шоколадная паста с бананом, лимонный сок с сахаром, варенье, сыр, тунец, яйцо. И все это по цене 2-3 евро. Рия новости блины во Франции Рия новости блины во Франции можно найти и блинчики, политые горящим ликером. Гранд Маня Украшенные тонкими ломтиками апельсиновой цедрой и фигурной шапочкой взбитых сливок. Но это не менее 10 евро за порцию. Часто берут блины с нутилой или пастой. Спеки-люз Из несладких начинок ветчина с сыром и менталь. А вот с козьим сыром или тунцом покупают реже это чуть более на любителя. Уточнил Рия новости продавец Ален из уличного киоска. 10 мая 8 часов вкус солоноватый, а запах аммиачный. Необычные завтраки разных стран.